Девятиклассник Данил вырос в семье, где ему привили лучшие человеческие качества, заботу о других людях и помощь нуждающимся. Так как родители мальчика были не в состоянии уделить время сыну, свою жизнь они посвятили алкоголю, воспитание внука взяли на себя бабушка и дедушка, которые вырастили в нём настоящего мужчину. Такой человек, который мне просто тянет помогать людям. Я очень добрый, я помогаю всем абсолютно, даже всем своим врагам, которые у меня бывают. Но я в любом случае заканчиваю всё перемирием. Драку я первую не начинаю, в любом случае я сначала пытаюсь разобраться спокойно. Если спокойно не получается, либо вызываю милицию, либо советуюсь со старшим. Я 46 лет работала в школе, вот первый год, 1 сентября я не выхожу. Поэтому воспитание моих внуков, у меня их трое, конечно, дорогого стоит. Потому что в каждом ребёнке, который учился у меня, я обидела его будущее. Если были проблемы с поведением, в семье, мы, естественно, исправляли. Большое спасибо тем людям, Красному Кресту, организации, которая у нас сегодня была, за то, что приходят, помнят, поднимают настроение и у детей появляется желание. Даниил уже выбрал для себя будущую профессию. О чём он рассказал гостям, сотрудникам УВД, которые пришли поздравить его с 1 сентября. Юноша хочет поступать в колледж связи, поэтому усердно трудится, улучшая свои отметки. В зоне внимания правоохранителей в этот раз семьи, которые находятся в социально опасном положении. Только миссия у них другая – поздравить ребятишек с Днём Знаний. Сегодня сотрудники УВД Брестского облсполкома и инспекции по делам несовершеннолетних московского РУВД пришли в гости к семьям, которые признаны находящимися в социально опасном положении с подарками. Сегодня мы поговорили с детьми и их родителями, рассказали об опасностях, которые могут подстерегать на улице, о пагубном влиянии алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. Статус «Социально опасная семья» – отнюдь неприятное, но распространённое явление, ведь просто так его не получают. Согласно статистике, сегодня на территории Московского района 152 семьи находятся в социально опасном положении. В них воспитывается 292 ребёнка. С данными семьями постоянно проводятся профилактические мероприятия и беседы. Основным критерием, по которым семьи признаются находящиеся в социально опасном положении, это то, что родители, злоупотребляя спиртными напитками, не обеспечивают, так сказать, выполнение в полном объёме родительских обязанностей, это семейные скандалисты, насилие в семье, а также то, что дети совершают административные правонарушения либо преступления. И в связи с этим детей признают находящимися в социально опасном положении. Статус семьи СОП получила и Татьяна, воспитывающая троих детей. И не случайно. Опасное пристрастие к горячительным напиткам заставило её забыть о своих ребятишках. Но есть один плюс. Она вовремя поняла – надо остановиться. Детям нужна мама. Сейчас стараются уделять всё своё внимание малышам. Ну, употребляла было. Не думала о детях. Сейчас задумалась. В принципе, эти ряды полезны даже тем, что как бы и внимание, то, что не забывают нас. Огромное спасибо. Старшая дочь Татьяны и третьеклассница Даша подарком рада. Впрочем, как и любой ребёнок. Фломастеры, цветные карандаши, раскраски. Всё это пригодится малышке и дома, и в школе. И самое главное – внимание милиционеров. Мне не понравилось тем, что я могу многому научиться. Я люблю учиться, мне это очень сильно нужно. И мне это поможет. Радость и улыбка ребёнка – это самое главное для родителей. Но есть много составляющих, когда под гриф «Социально опасная семья» попадают те люди, кто забыл о своих детях. Они однажды приняли неверное решение. Но отрадно, что многие становятся на путь исправления, чтобы подарить своим детям счастливую семью.